Здравствуйте! Добро пожаловать на третью акцию по документной лингвистике. Сегодня мы с вами поговорим подробнее о коммуникативном процессе и о тех аспектах, которых нужно помнить, когда мы документным текстом занимаемся и подготавливаем его для дальнейшей работы. Итак, в плане у нас рассмотреть, что такое коммуникативный акт, поговорить о правилах и средствах при подготовке документного текста и вытекающих из всех этих особенностей документного текста. Такая небольшая дискуссия. Начнем, пожалуй, с самого понятия коммуникативный акт. У нас была другая схема до этого. Решил немножко развития, поподробнее рассказать о том, что из себя представляет коммуникация вообще по полотнам, коммуникация по Якобсону Романа. Так, у нас есть два участника коммуникации. Их может разделять огромное пространство, их может разделять время, если мы говорим о чтении книг каких-то. Но, тем не менее, мы всегда выделяем два участника. Двух участников выделяем. Это адресат и адресант. Они могут меняться местами, но, тем не менее, есть какое-то сообщение, которое от адресанта к адресату мы передаем. Это сообщение мы передаем по каналу, какому бы то ни было, будь это письменный текст, или электронное сообщение, или устное высказание. Есть всегда какое-то физическое воплощение. Есть канал, по которому сообщение передается. Сообщение – это кодируется кодами. То есть адресант у нас, у него есть какая-то идея, он ее транслирует через код. В данном случае мы используем язык, как правило. Могут быть и любые другие коды. Это могут быть символиные системы, которые мы используем. Каким-то образом мы превращаем нашу идею в физическое воплощение в сообщение. И оно, чтобы оно могло по каналу переместиться к адресату. Адресат, в свою очередь, его задача – это сообщение расшифровать с помощью своего кода. И истолковать то, что хотел ему сказать адресант. Собственно, окружает, как вы видите, всех этих участников общий контекст. Та ситуация, тот дискурс, в ходе которого и получилось это сообщение, эта коммуникация. Контекст, как правило, бывает общий у них. Что сюда входит? Ситуация общения, социальное положение участников, их намерения, их цели при коммуникации, тот багаж знаний, которыми они обладают. И, конечно, все остальные аспекты, вроде кода, канала, они тоже входят в контекст коммуникации, в контекст коммуникативного акта. Ну и вы видите, что у каждого из наших участников коммуникативного акта есть в голове некая интенция, намерение, почему они вступают в коммуникативный акт, чего они хотят этим добиться. И, собственно, задача нашего адресанта оранжевого, сделать так, чтобы его мысли, его идеи, которые у него в голове были, поселились в голове синего нашего участника, адресата. Собственно, на каждом из этих этапов, в каждом из этих элементов есть возможность неверно истолковать сообщения, есть возможность того, что называется, шумы или помехи при коммуникации, они могут возникнуть. И на уровне контекста, да, вы помните, что контексты могут оказаться разными. Это то, что в психологии называется иллюзия обоюдной прозрачности, когда вы и ваш собеседник думают, что вы поняли друг друга, но на самом деле вы находились в разных контекстах и ситуацию понимали по-разному. Пример, который я приводил, был с, помните, с смс-кой, которую девушка направила своему парню, она напекла булочки и попросила его, написала смс-ку, «Купи по дороге домой мак». Вот, он неправильно понял это, потому что находился в другом коммуникативном контексте, и он заехал в Макдональдс и купил бургеры там, вот, из бургера Mac. Или Mac-бургеры, как они называются, не знаю. В общем, не купил он Mac для начинки, для лифтбулочек, и коммуникация, не то чтобы она не состоялась, она была неверна, потому что интенция нашего адресанта не достигла адресанта. Первое, что приходит на ум, когда мы говорим очевидное, когда мы говорим о помехах при коммуникации, это помехи, которые создаются при, получаются при несовпадении кодов, когда кто-то говорит на одном языке, а собеседник этот язык либо плохо понимает, либо он ему не родной, и он не до конца понимает фразеологизмы какие-то, или устойчивые обороты. Различия в кодах тоже могут быть. Даже когда мы говорим о ситуации, когда два человека из одной культуры, из одной национальной культуры происходят, могут тоже возникнуть помехи при кодировании или кодировании, потому что, допустим, наших коммуникантов разделяет несколько столетий, язык немного поменялся. Когда вы читаете какое-нибудь произведение 19-го века, 18-го века, возможно, встречаете слова, которые не до конца понимаете, и вам приходится смиряться с гуглом, смиряться с историческими, какими-то справки наводить исторические, чтобы понять, что это слово означает, или что означает упоминание той или иной исторической личности фигуры. Это несовпадение кодов. Также сам канал, естественно, может создавать шумы и помехи. Допустим, коммуникацию у вас письменная, и вы не видите лица собеседника, вы не считываете его мимику, другие невербальные и паравербальные сигналы устной коммуникации вам недоступны, поэтому вы не понимаете, когда ваш собеседник иронизирует, или когда он просто шутит, или когда он рассержен. В письменной коммуникации это не так просто понять, особенно если человек грамотный, вежливый, и не допускает каких-то резких экспрессивных оборотов. Вот. Что ж. И, конечно, сам контекст, сами участники коммуникативного акта могут вносить помехи, то, что вы знаете о другом человеке, о собеседнике вашем, не всегда соответствует тому, как дело обстоит на самом деле. И то ваше представление о вашем собеседнике, которое у вас есть, тоже может не соответствовать действительности, или не соответствует тому, что собеседник думает в данный момент. Тоже может создавать некоторые помехи в коммуникативном акте. Зачем я все это рассказываю вам? Чтобы убедиться, что у коммуникативного акта деловой документации есть одна очень важная цель. Добиться того, чтобы те средства, которые мы используем при создании документов, были максимально однозначными, чтобы цель коммуникации была достигнута. И поэтому многие, исходя из этой особенности коммуникации, в которой есть помехи, исходя из намерения быть максимально точным и конкретным, мы создаем документные тексты, опираясь на средства, которые помогают нам добиться вот этой самой однозначности. Ну, например, сам текст, его фрагменты, предполагают, они все нацелены на решение коммуникативной задачи. Они направлены исключительно на это. Нет никаких лишних деталей. Посмотрите, пожалуйста, вот на этот пример. У нас здесь с вами письмо. Вы это видите сразу, что это письмо. У нас здесь в конце есть с уважением. У нас есть приветствие, уважаемый Николай Викторович. У нас есть обращение, кому направлено это письмо, адресная часть. И каждый фрагмент этого документа, они выделены здесь в абзацами, он направлен на решение коммуникативной задачи. Исходя из коммуникативной задачи, я подбираю языковые, речевые средства для того, чтобы реализовать эту функцию. У каждого фрагмента есть своя функция, которая реализуется. Вот, например, в этой части, у адресной части, функцию, назвать адресата, которому это направлено. Здесь у нас приветствие. Оно стандартное, уважаемый Николай Викторович. Здесь может быть любое другое имя. Но убедимся, что Николай Викторович здесь цело совпадает, наверное, до лицов Николая Викторовича. Затем у нас идет реакция на предыдущее письмо. Сразу говорится о том, что важно в письме. Мы не можем согласиться с вашим предложением об изменении сроков поставки. Было предыдущее письмо, очевидно. На него ссылаются. То есть мы создаем, сделаем ссылку на контекст коммуникации. Мы говорим о том, что получилось из предыдущего письма, какой вывод мы сделали. И затем объясняется, почему. Дополнительные сведения мы предлагаем. И, конечно, в конце прощание с стандартной фразой, с уважением, с простой, генеральный директор Александр Сергеевич Толстой. Хорошая, наверное, карьера у него. Так, коммуникативная задача текста, всего текста ясна. И из нее проистекают коммуникативные задачи каждого из фрагментов. Они все устоялись. Они все подобраны так, чтобы эту задачу решать. Вот. Ну, еще раз взглянем на эту схему коммуникативного акта. У нас есть адресат и адресант. Есть всякие помехи и барьеры, о которых мы уже говорили. У каждого из лиц, участвующих в коммуникации, есть цели, есть намерения, есть некие социальные роли, которые, собственно, создают контекст коммуникации. И исходя из всего этого, из цели, намерений, конвенциональности, то есть того, как принято данным сообществам решать те или иные задачи, мы выбираем языковые средства, которые нам доступны. Этот выбор языковых средств намеренно сужен. Он сделан так, он подобран так, чтобы в ходе коммуникации, в ходе множества прецедентов коммуникации разными людьми, он формирует то, что называется практика создания документных текстов, практика выбора языковых средств. Они общеприняты, они конвенциональны и таким образом я подбираю не какие-то, не придумываю сам какие-то там формат документов, формат письма. Я мог написать его в свободной форме, написать, например, «Здравствуйте, Николай Викторович», не писать вот эту часть, потому что и так понятно, что я Николаю Викторовичу пишу, но потом скажу, что мы не можем изменить сроки поставки заказов, потому что не можем и потом не прощаться и просто отправить это. Намерение было бы тем же самым, но те практики, которые приняты в сообществе, при коммуникации в деловом сообществе, они были бы нарушены. И это бы давало возможность моему адресату какие-то неверные выводы сделать, неправильно истолковать всю эту ситуацию и, например, обратиться к другим службам, другим органам и переспросить. Чтобы не было вот этой вот неоднозначности, чтобы не было возможности по-другому истолковать сообщения, мы используем уже сложившиеся практики, сложившиеся прецедентами наборы языковых средств, клише, которые обычно другие люди используют при таких вот, при возникновении таких ситуаций. Есть устоявшаяся практика, есть коммуникативная задача, я выбираю конкретные элементы и создаю свой собственный текст, который, тем не менее, очень похож на любой другой такой же текст в подобных ситуациях. Говорим о похожих ситуациях, когда мы говорим о похожих ситуациях, конечно, имеется в виду типовые или чевые ситуации, и у них есть определенные отношения, которые всегда устойчивы, на них нужно обращать внимание. Во-первых, нужно обращать внимание на то, каков характер ситуации, то есть, каков контекст, какой дискурс, и то, какое речевое поведение я выбираю при этом. Затем, эти однотипные ситуации ведут к выбору знаковых средств, которые будут использоваться. Что это будет? Это будет письмо, это будет просто отправленный на почту график, или это будет табличка какая-то большая, которую нужно заполнить моему адресату, или это будет устная беседа по телефону. Это все выбор групп из знаковых средств, которые определяются однотипными ситуациями. Ну, какие ситуации? Если это какой-то акт приема передачи работ, или подписание договора, или переговоры, это все однотипные ситуации, они встречаются постоянно, и от них зависит выбор новых средств, которые я буду использовать. Повторяющиеся реальные ситуации и виды текстов всегда соотносятся. Если это, ну, вы знаете, есть жанры разных документов, документных текстов, есть поджанры, они подделяются как раз реальными ситуациями. Я пишу письмо, но что это за письмо? Это письмо, жалобы, это предложение, это благодарность. Все эти письма имеют немного разные виды текстов, сложившиеся комъюнктурно, сложившиеся модели, такие сходные модели речевого поведения, которые нужны. Ну, как писать благодарность? Конечно, нужно там написать «благодарю вас за что-то и за что-то». Вот, исходя из смысла и ситуации общения, я, опять же, выбираю языковые средства. Сюда относятся, также здесь не указано, но сюда еще относятся отношения между адресатом и адресатом. Насколько они уже не входят в сами языковые или лингвистические аспекты, а входят скорее в социолингвистические или экстролингвистические такие аспекты коммуникации, когда нужно понимать дистанцию власти, иерархические отношения между подчиненным или начальником или между двумя партнерами и какие отношения есть. И в соответствии с этим выбираются те или иные языковые средства. Вот. При подготовке документных текстов мы с вами должны обращать внимание на конкретную языковую ситуацию и выбираем тот документ, который этой ситуации соответствует. Если я хочу оспорить какое-то решение, я пишу заявление или письмо, которое оспаривает это решение и у меня есть совершенно конкретный шаблон. При подготовке документного текста у нас есть унифицирующая практика. Вот. Она установилась, она устоялась и мы следуем этой практике. меняет, ну, скорее всего, вам придется изменить только конкретные детали, а здесь шаблон у вас останется таким же, каким он был, какой вы использовали два года назад, когда возникла та же ситуация, какой использовали ваши коллеги из других фирм, когда у них возникла та же ситуация. Есть какой-то унифицирующий документ, который вы используете как шаблон для того, чтобы вашу ситуацию, вашу коммуникативную задачу разрешить. Ну, и третий аспект при подготовке это, конечно, технологический аспект, когда вам нужно обратить внимание на подготовку черновиков, вариантов текста разных. Ну, бывает так, что у вас есть, вы готовите переговоры какие-то, подписание договора, и у вас есть, как правило, несколько вариантов договора, в зависимости от того, какая, до чего договорятся при переговорах партнеры. Вот, у вас есть два-три разных черняка, и вы используете один из них по результатам собеседований, по результатам беседы или переговоров. Вот, затем мы смотрим, обращаем внимание на формальные параметры, да, содержание обязательно, мы должны проверить, чтобы фактическая информация соответствовала действительности, мы должны проверить, формальные параметры, то есть, где, какие имена указаны, кто в шапке стоит в обращении, где, какое число, номер обращения, если он есть, номенклатурные, всякие параметры, они должны соответствовать формальным этим признакам, мы должны вычитать все это, красиво, правильно оформить, и, естественно, в определенных, почти во всех организациях есть технологические правила оформления и хранения этих документов на разных носителях, цифровых, бумажных, и так далее, какие-то документы нужно распечатывать, приносить, какие-то документы нужно хранить в электронном виде, ну, какие-то документы вы, как секретарь, или ваш секретарь должен хранить на отдельной флешке, которая запирается в сейф, ключ, и никто, кроме секретаря, не имеет права этими документами пользоваться, потому что там речь идет, например, о личных данных ваших сотрудников. Такие технологические аспекты, их тоже нужно помнить, не вся информация, которая доступна вам, должна быть доступна всем остальным. Что ж, теперь поговорим о средствах документного текста, кратко их характеризую, здесь у нас четыре, ну, в вашем вашей лекции их пять, но можно сократить до четырех характерных особенностей тех средств, которые в документном тексте используются. Во-первых, самое главное, наверное, чтобы не допустить разночтений, чтобы была некая однозначность, мы ограничены в лексико-фразеологическом составе. Я не могу использовать фразеологизмы, идиомы, крылатые выражения, ссылаться на художественную литературу, или использовать метафоры, или эпитеты. Внутри каждого типа есть устойчивые лексико-фразеологические единицы, которые используются для решения конкретных задач. Их мы используем, никакие другие нам не подходят для этой ситуации общения, и скорее они будут мешать, потому что будут создавать дополнительные помехи. Стука в том, что чем больше разных средств я использую, тем больше открыта дорога для того, чтобы какие-то помехи возникали. В нашем коммуникативном акте, в той картинке, которую здесь мы указывали, любой из этих аспектов, любой из этих элементов порождает, может порождать потенциально помехи и недопонимания. Поэтому я сужаю канал, сужаю тот код, который я использую, для того, чтобы интенция была ясно истолкована. Второе, конечно, это нейтральная безоценочная лексика, которая соседствует с терминологией, с терминологическими единицами, канцеляризмами и речевыми клише. Они тоже имеют стандартный характер, как правило, они нормированы, есть документы, которые, предписания, шаблоны, которые показывают, каким образом те или иные единицы, термины, канцеляризмы должны использоваться. И практика общая сложившаяся диктует характер использования этих речевых клише, штампов, канцеляризмов и терминов. Есть в некоторых организациях достаточно больших, есть даже определенные издаются небольшие словарики терминов и номенклатурных единиц, которые нужно использовать. И другие вы не используете. Когда вы пишете письмо или рекомендацию, когда я пишу рекомендацию студенту, я всегда уточняю, например, как называется наш университет, каково его официальное название, есть официальное сокращение для университета, и только его я могу использовать. и применяю какие-то другие знаки, казалось бы, у РТУ мира есть много разных названий, здесь можно назвать просто мира, можно сказать РТУ, можно сказать Российский технологический университет, можно сказать просто сокращением РТУ мира. Но есть клише, есть терминология, которая устоялась, и ее я должен придерживаться. Также в средства документ, при создании документного текста доступные средства входят всякие цифровые, буквенно-цифровые, специальные графические средства, пометки, аббревиатуры, коды, шифры для упрощения коммуникации с одной стороны, для того, чтобы уменьшить объем текста с другой стороны, для того, чтобы сделать понимание текста, передачу смысла однозначной, максимально однозначной. Ну и наконец, в документный текст мы с вами можем, так как это чаще всего письменный текст и письменная коммуникация, мы можем включать табличные и графические компоненты, графики, иллюстрации, рисунки, диаграммы, все это позволяет нам иллюстрировать нашу точку зрения, подавать больше сведений, ну и конечно табличные элементы они во многих жанрах или во многих типовых текстах даже приветствуются. Ну вот у вас есть, например, акт приема передачи работы, там всегда будет табличка с перечислением номен, которым единиц, с количеством единиц, да, и сколько приняты, там и подписи справа от человека, который все это принял. Это шаблон документа, требование того, чтобы там была таблица. Едем дальше. Еще одна вещь, которую я хотел, о которой я хотел кратко рассказать, это вот эта книга Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой, называется она «Новые правила деловой переписки». Она касается коммуникации, эффективной коммуникации в деловой среде. С одной стороны, Максим Ильяхов борется с тем, о чем я говорил, вот этим вот с засилением канцеляризмов, с тем, чтобы вот эти эмоционально-оценочные средства использовались минимально. И вот это обезличивание и такой канцеляристский подход к созданию документов, к созданию, к ведению переписки деловой. Он ведет к тому, что, на мой взгляд, теряется душа в этих текстах. На самом деле, есть устоявшиеся практики. Просто эта книга говорит о новых практиках, которые можно применять, согласуя их с теми, что у нас были перечислены, с предыдущими прецедентами, с идеями о том, что есть типовые тексты, о которых нужно помнить, и есть типовые коммуникативные ситуации. Ну, а в этой книге вы узнаете о том, что можно добиваться тех же самых результатов, используя более эффективные приемы коммуникации, более эффективные приемы передачи смысла, так чтобы они были тоже однозначны, ну и при этом разумевается более такое человечное отношение к коммуникантам. Советую почитать, у меня вот она уже есть, читаю, сижу, отдыхаю душой от канцеляризма. Ну, и вместо заключения давайте еще раз проговорим, какие особенности документных текстов у нас есть и что обращаю ваше внимание, что все они проистекают из особенностей коммуникативного акта в том контексте деловых отношений, которые у нас с вами чаще всего будут. Итак, первое, самое главное, это однозначная передача смысла и содержания. На это ориентированы все языковые, все речевые средства, которые вы будете применять. Именно из-за этого у нас ограничен лексико-фразеологический фонд средств, которые мы используем. Из-за этого у нас есть определенные клише, у нас есть шаблонные документы для того, чтобы передача информации была однозначной, чтобы она не могла быть неверно истолкована. Вторая особенность это возможность использования различных документных средств для того, чтобы надежность коммуникации усилить, увеличить надежность коммуникации. Вы помните, у нас всегда разные шумы, они могут возникнуть и в коде, и в канале коммуникации, и в самом контексте. Поэтому, чтобы нивелировать, чтобы снизить вероятность ошибки, мы используем разные средства в одном и том документе для повышения надежности коммуникации. Информацию, которую я... Ну, простой пример. У нас есть цифровое обозначение той суммы заработной платы, которую вы назначаете сотруднику. 28500 рублей. И в скобочках вы пишете буквенные, указывается буквенным обозначением та же самая сумма, чтобы повысить надежность коммуникации. Информация часто дублируется. Та информация, которую вы изложили в самом тексте вашего послания или вашего сообщения, она может быть продублирована в табличном виде, она может быть продублирована в графическом виде, в виде столбцов диаграмм и так далее, чтобы повысить надежность коммуникации. Третье, опять же, связано со вторым, мы по максимуму используем доказательность иллюстративные возможности документных средств. Мы ссылаемся на законы, мы ссылаемся на правила внутренние, федеральные законы, мы показываем, демонстрируем на графиках, доказываем свою точку зрения всегда теми фактами, которые возможно изложить в данном документе. Или ссылаемся, если в этом конкретном документе мы не можем это изложить, просим обратиться к тем или иным нормативным актам и так далее. Четвертое это строгая регламентированность, регулируемость инструментов, которые мы используем. Все документы и тексты, которые используются, они большинство из них, не все, есть свободной формы, есть несвободной формы документные тексты, но большинство документных текстов регулируются либо унифицирующими и стандартизирующими инструментами или документами, которые предписывают, как нужно создавать тот или иной текст, либо сложившейся практикой, пронцедентами. Как правило, еще одна особенность заключается в том, что даже если мы предполагаем какую-то устную коммуникацию, скорее всего, наши тексты ориентированы на письменную форму коммуникации. В 90% случаев это будет письменная коммуникация. Как говорится, что не написано пером, не вырубишь и топором. Ваша коммуникация с коллегами, с начальством, с партнерами вашими делами, она должна быть зафиксирована и фиксируется она, конечно, всегда в письменной форме. Поэтому любая договоренность будет, даже если она устная, ее нужно продублировать в письменной форме. Ну, вот помните, как в том мультике было, где Гермес уговаривал Тесея, по-моему, вот не сражаться с Медузой Гаргоной. Вот, и он говорил, значит, договор был на словах и договор на словах для Гермеса звучало как то, что можно нарушить. А вот если договор был письменный, скреплен подписями, то это уже нарушить нельзя. Поэтому в деловой коммуникации практически все тексты ориентированы на письменную форму, чтобы было на что опереться, было чем доказать свою правоту теми текстами той коммуникации, которая у вас уже состоялась. Мы поэтому храним чеки, мы храним накладные, мы несколько лет храним те договора, договоры, которые мы подписывали, чтобы была письменная основа для дальнейших обсуждений, для дальнейших переговоров. Ну и наконец, все документные тексты тесно связаны с конкретными ситуациями и направлены на их разрешение. Конечно, можно написать вашему деловому партнеру письмо и рассказать сначала, как у вас дела, как у вас дети, семья, как показать, прикрепить фотографии, как-то на море съездили и в конце предложить какую-то новую сделку или какой-то новый параметр текущей сделки изменить. Но, как правило, люди так не делают в деловой коммуникации и те средства, которые я использую, направлены на решение конкретных задач, конкретных ситуаций. Мы не тратим время нашего коммуниканта, нашего адресата на то, чтобы он разбирался во всех ваших перебитиях личной и профессиональной жизни. Прежде всего, нам нужно решить конкретную задачу, конкретную ситуацию, конкретную ситуацию, которая у вас возникла, и поэтому мы используем совершенно устоявшиеся, четкие форматы документов, которые отправляемся. Это тоже называется прецедент. Что ж, на этом сегодняшний наш экскурс документную лингвистику закончен. Я надеюсь, что не отнял у вас слишком много времени. Практика, которая у нас тоже будет в таком удаленном формате, видимо, в дистанционном формате реализована. На ней мы с вами посмотрим типовые тексты, разберем то, какие они задачи решают, и также немного поговорим о книге Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой, и постараемся обсудить с вами то, какие из практик и советов в этой книге данные мы можем с вами применять уже сейчас при подготовке документов. Ну, на этом краткая лекция закончена. Спасибо большое за внимание и увидимся на практике. лекция лекция Продолжение следует...